Приветствую вас! Киевский институт Украинский проект не был единственным, который разрабатывал проекты грузовиков, такие как ДТУ-25, ДТУ-10 и КИ-8, работающих от обычных троллейбусных сетей. Также в этом направлении работали и минские автостроители, которые специализировались на выпуске большегрузных карьерных самосвалов. Их также заинтересовала идея создания троллейбусов, которые работали от дешевого электричества, при этом экономили дефицит на дизельное топливо. И в 1964 году, взяв за основу разработку другого минского самосвала МАЗ-525ХТТУ, созданная при сотрудничестве Харьковского троллейбусного депо и института Украинский проект, построили свой проект троллейбуса. Чтобы сократить время на разработку новой машины, минские автостроители решили опытный экземпляр построить на уже созданном базовом автопоезде БелАЗ-548В5272, установив дополнительно на нем троллейные таковприемники и различное электрооборудование. Многие узлы, такие как 520-сильный дизельный мотор, ЕМЦ-240НМ, кабина, пневмо-гидравлическая подвеска, передняя ось, опрокидывающий механизм и кузов полуприцепа объемом 34 метров кубических, остались прежними. А вот трансмиссия машины была переделана и была полностью изготовлена с нуля в экспериментальном цехе завода БелАЗ. Крутящий момент от двигателя передавался теперь на 300-киловаттный электрогенератор ДК-508Б, который в свою очередь питал 4-тяговых 166-киловаттных электродвигателя ДК-708А, встроенных колеса, которые позаимствовали у тяжелого гусеничного трактора ДЭТ-250. Мотор-колеса стояли как на тягаче, так и на полуприцепе. Кроме основного электрогенератора, 4-тяговых электродвигателя питались и от ралейных линий, благодаря такосъемным устройствам, закрепленных на бампере, которые разработали для этой машины инженеры Киевского научно-исследовательского и проектного института угольной, рудной, нефтяной и газовой промышленности. При этом сам дизельный двигатель не глушился, так как от него зависела работа компрессора тормозной системы, насоса гидроусилителя руля и генератор электрической сети. Построенный в 1965 году, первый опытный седельный тягач-электровоз, получивший новый индекс БелАЗ-Э-524-792, приступил к заводским испытаниям. Перевозя в дизельном режиме днем песок, а ночью, чтобы не мешать нормальной работе троллейбусов, цепляли к троллейным линиям города Минска. После чего, в июле 1966 года, отправился на дальнейшие испытания на разрез Красногоровский, в Кузбассе, где для этой машины специально было смонтировано полтора километра контактной сети. По основным капитальным дорогам он двигался с помощью троллейных линий, напряжением 1200 вольт, через такосъемное устройство. А на временных дорогах, в забое, а также загрузки и выгрузки, машина работала от дизель-генераторной установки. Для дальнейших межведомственных эксплуатационных испытаний в 1968 году заводом было построено еще два экземпляра. И хоть они прошли успешно и показали некоторые преимущества перед обычными самосвалами, Госкомиссия пришла к выводу, что использование троллейбусов в условиях карьеры без наличия затяжных подъемов нецелесообразных. По троллейвозы нужно проектировать карьеры с нуля. Именно в затяжных прямых подъемах они имели максимальное преимущество. Были быстрее и экономичнее обычных самосвалов. А переделывать существующие карьеры под эксплуатацию электровозов никто не собирался. Поэтому построенные тремя опытными белазами, работающие от троллейных сетей, эта история и закончилась. А если мой ролик вам понравился и был полезен, ставьте лайк. Также приветствуются ваши комментарии под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч.